привет друзья сегодня мы с вами приготовим паштет паштет будет непростой этому паштету я так сказал бы наверно лет сто а если не больше это паштет который очень любят готовить в англии корни его уходят в индию потому что мы этот паштет будем подавать с вами с чатни чатни это традиционная индийская приправа и и готовят с острым перцем различными фруктами в основном сладкими и подается с рисом с лепешками чатни появился в англии еще во времена когда индия была колонией англии на кораблях перевозили вот эту вот замечательную специю течение нескольких месяцев но конечно же и фрукты свежие фрукты даже если они приправлены специями и много чили перца они все равно пропадали и англичане стали добавлять в чатни уксус поэтому когда мы сегодня будем готовить сами чатни индийский чатни мы добавим туда именно в английском стиле наш сегодняшний паштет это симбиоз индийских специй приправ ну и конечно же фантазии английских поваров давайте начнем первым делом мы подготовим куриную печень конечно же дело не хитрое наверняка вы все это знаете и каждый умеет обрабатывать куриную печень но тем не менее я покажу для тех кто не обладает знаниями в этом направлении вот смотрите когда вы покупаете печеночку в магазине обязательно вот убирайте вот эти вот жилки потому что они нам будут мешать и дадут жесткость будущему нашему паштету также когда мы покупаем печень в магазине там может остаться такой маленький зеленый мешочек это называется желчный пузырь соответственно если желчный пузырек нам попадет в паштет он испортит вкус даст горечь печеночку я почистил у меня здесь пол килограмма убираем в сторонку она нам понадобится позже сейчас мы будем с вами вести подготовку основных ингредиентов необходимых для приготовления нашего сегодняшнего блюда мы будем с вами использовать 250 грамм сливочного масла небольшой кусочек сельдерея режем его произвольно у нас все-таки будет паштет соответственно все будет молотца в пюре небольшую луковичку 4 5 зубцов чеснока можно даже головку чеснок очень хорошо звучит в этом паштете половинка моркови вот это овощи для того чтобы приготовить паштет убираю втором большая красная луковица мы будем из нее готовить чатни нарезаем полукольцами разогревайте сотейник но не сильно добавляем немножко оливкового масла буквально две столовых ложки жарим наш красный лучок пока лучок нас поджаривается нам нужно с вами половинка яблочко яблоко можете взять любое кубики в среднем 5-7 миллиметров луку яблочки нам нужна половина манго в среднем 100 грамм коричневого сахара именно коричневого не надо белый потому что у коричневого сахара очень такой выразительный аромат аромат карамели в нашем чатни он будет звучать великолепно винный уксус красный тоже среднем пол стакана где-то 100 миллилитров 1 4 чайной ложки соли так это основа нашего чатни теперь нам нужно его уварить сделать из него мармелад следующий момент мы должны с вами сделать правильные специи нам понадобится это анистар вот буквально возьмите два фрагмента корица ну вот где-то одну четвертую палочки бутончики гвоздики возьмем 4 5 штук все это мельчим огонь чуть тише обязательно всегда следите чтобы ничего не подгорело боже мой какой аромат какой аромат просеем наши специи так чтобы не было крупных фрагментов ну вот посмотрите что получилось у нас получилось среднем чайная ложечка вот эти специи мы с вами добавим ну через 20-30 снижаем огонь почти на минимум и даем лучку и фруктам нашим томиться а этот процесс займет среднем минут 45 возможно даже час как я уже сказал нам нужно получить мармелад я переставлю наши лучок на другую плиту так чтобы нам не мешал для дальнейшей готовки разогрели сковородку пару ложек оливкового масла как всегда кусочек сливочного это вот так вот столовая ложка кладем наши овощи соль черный перчик сливочное масло пока убираем в сторонку она нам понадобится в самый последний момент когда паштет уже будет готов веточка тимьяна нам нужно только-только листики ветки не нужны как вы видите у меня достаточно сильный огонь мне нужно сделать так чтобы наши овощи карамелизовались дали нам все самое необходимое для того чтобы наш паштет был невероятно вкусным нам понадобится сок половину апельсина даже чуть меньше половины если попадутся в соки и фрагменты апельсина это не страшно наш паштет только от этого выиграет грамм 70 белого вина какой аромат боже мой нужно немножко уварить буквально три-четыре минуты вот посмотрите ребята вино выпарилась овощи опять начали карамелизоваться пришло время класть печенку пока печень жарится подготовим специи помните мы сами делаем сегодня с индийским вкусом 45 зубчиков кардамона чайная ложечка зерен фенхеля три фрагмента звездочки аниса или бадьяна кусочек корицы 5-6 бутончиков гвоздики у нас с вами получается так называемый five spices 5 специй это очень популярный микс для индийской азиатской кухни ну и как вы видите для европейской тоже смотрим что у нас здесь отлично печень дает сок раскрывается сейчас мы с вами добавляем сюда сок апельсина добавим соли в принципе соль перец и вообще а уже окончательный вкус мы будем доводить тот момент когда будем делать уже пюре когда мы будем молоть печень давайте продолжим со специями так давайте еще потому что осталось очень много фрагментов выбрасывать их ни в коем случае не нужно в принципе вот это можно уже выбросить видите уже за очень крупные фрагменты все нам этого больше не нужно среднем получается также полная столовая ложка добавляем специи печень куриную ни в коем случае не нужно пережаривать вот как только она перестанет кровить она уже готова добавляем в среднем 50 грамм крепкого хорошего алкоголя вот у меня здесь ром вы можете добавить коньяк вы можете добавить виски не проблема нам нужно получить тот самый интересный аромат так чтобы наши специи раскрылись и в то же время приобрели такой мускусный привкус алкоголя выглядит прекрасно аромат умопомрачительный буквально еще 45 минут и все готово мы с вами начнем заканчивать паштет так вот у нас варится наш чатни делаем его на самый-самый маленький огонь добавляем наши специи все смешали я добавлю немножечко еще винного уксуса потому что я вижу что не хватает жидкости вот так вот этого достаточно оставим на маленький огонь и продолжаем варить печень готова берем блендер и начинаем мельчить наш паштет добавляем масло обратите внимание какая получилась у нас с вами эмульсия пошли паштет считается сделаны правильно когда получается хорошая эмульсия вот как майонез если разделяются мясо и масло отдельно на фракции это сделано неправильно главное правило когда вы будете вбивать масло в горячую печень вот выключили сковородочку дайте печени постоять буквально пару минут так чтобы она слегка подстыла потому что если сразу будете в кипяток в горячий печень вбивать масло то масло разобьется она просто растает вот я вам сейчас показываю видео там мы готовим крылышки бафала я там очень хорошо и подробно рассказываю каким образом делать вот эмульсию масляный соус продолжаем дальше один зубчик свежего чеснока бросаем сюда выдавливаем сок небольшого половинку лимона даже не весь вот буквально столовую ложку прекрасно наш паштет готов давайте попробуем немножко соли немножко черного перца чуть-чуть когда пробуйте имейте несколько ложек одной ложкой туда в рот и обратно ни в коем случае не надо делать потому что как только слюна попадет в ваш паштет он очень быстро скиснет поэтому я вот видите пробуй сейчас я попробовал одной ложкой взял следом другую чистую идеально просто невероятный вкус так смотрим что у нас с вами происходит здесь чатни мы делаем ее на самый маленький огонь и пусть она варится томится что же мы делаем дальше с нашим готовым паштетом у нас с вами два пути первое если вы не планируете принимать гостей то берите вот такие вот небольшие баночки заполняете паштет практически до самого верха берете сливочное масло греете его так чтобы она стала жидким и заливаете закрываем крышкой охлаждаем ставим холодильник скушать в течение 10 максимум дней теперь другой момент если к примеру у вас гости паштет доставать из баночки не совсем удобно его красиво не оформишь поэтому берите вот такую плоскую достаточно формочку и смотрите что мы делаем заливаем наш паштет разровняли выбиваем воздух закрываем и отправляем в прохладное место когда наш паштет остынет до комнатной температуры смело ставьте холодильник минимум на 12 часов начать не готов у меня прошло в средние полтора часа вот посмотрите как это должно выглядеть видите у него такая вот густенькая консистенция похож на мармелад кстати во время варки если вам покажется что состав суховат добавьте две-три столовых ложки водички так чтобы не пересушить и не подгорело что делаем дальше упаковываем в баночку закрываем крышечкой и можете оставлять буквально вот у себя на кухне хранить в холодильнике чатни нет необходимости потому что все-таки там уксус и сахар поэтому наши фрукты и лук не пропадут вот этого количества и вполне хватит для количества паштета который мы с вами приготовили завтра мы уже с вами встретимся будем сервировать и дегустировать ну друзья у меня прошло в среднем 20 часов посмотрите какой крепкий как хорошо застыл паштет очень быстро пропадает его нужно съесть но в течение недели 10 дней это просто максимум лучше в течение недели 7 дней если сделали большую порцию вот допустим как я вы можете его просто порезать кусочками положить в мешочек завязать и в морозилку морозилке ваш паштет будет храниться в среднем месяц максимум два вкус на вкусовые качества это не повлияет перед тем как кушать достали за два часа и ваш паштетик будет опять как свежий теперь следующий момент нам же надо его попробовать и показать сервировку я ставлю паштет в сторонку и мы начнем с вами делать красти не красти не это итальянские жареные кусочки хлеба ну по нашему гренки мы будем сервировать наш паштет на этих пяточках раскладываем наш хлебушек на противень включайте свою духовку на 180 градусов и будем с вами сушить его оливковое масло посыпаем зернышками мака перевернули еще оливковое масло мак ставим духовку 180 градусов заводите таймер одна 10-15 минут затем смотрите нам нужно хорошенечко подрумянить наш хлебушек периодически вы переворачиваете ну вот смотрите нужно перевернуть гренки я перевернул ставлю в духовку еще минут на десять но в любом случае смотрите так чтобы они у вас не сгорели я вожу горсточку грецких орехов нам их нужно тоже подсушить для того чтобы они открылись и дали свой вкус мы будем использовать их тоже с паштетом наши гренки готовы они по хорошо поджарились орешки подсушились замечательные смотрите не пережарьте их так чтобы они не подгорели иначе будут горчить на горячей гренки ни коем случае не нужно класть наш паштет потому что он растает он все-таки на масляной основе даем хлебушку остыть до комнатной температуры и сразу начнем сервировать вот посмотрите-ка наш чатни прекрасная специя прекрасное дополнение к этому блюду я сейчас оценю его вы знаете уникальный вкус если вы никогда не готовили подобное блюдо обязательно попробуйте расширяйте свои кулинарные горизонты вот ребята смотрите-ка орешки не забудьте подчистить они у нас с вами подсохли хорошо и из них прекрасно снимается шкурка давайте достанем наш паштет я вам дам хороший совет ребята когда вы будете хранить свой паштет в холодильнике он всегда должен быть закрыт герметично то есть покушали закрыли сверху пленочкой прям выдавили воздух закрыли крышечкой и поставили холодильник потому что враг наших продуктов это воздух если вы не закроете свой паштет он начнет окисляться вкус будет меняться и уже буквально за два-три дня вы не захотите его кушать вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот таким вот образом вы могли бы подать свой замечательный вкусный паштетик Давайте дегустировать Своим гостям рекомендуйте кушать полностью вот это канапе Именно тот самый вкус раскроется, когда вы будете кушать хлебушек, паштет, чатни, орешек Ну, друзья, я вам скажу Этот вкус незабываемый Невероятная комбинация индийских специй вот этого нашего чатни, паштета Очень изысканно Обязательно приготовьте Вы же видите, что это готовится крайне просто Но, тем не менее, ваши гости будут впечатлены вашим кулинарным искусством Друзья, на сегодня все Мы с вами приготовили еще одно интересное, вкусное ресторанное блюдо Надеюсь, что вам это видео понравилось Вы чему-то научились, узнали что-то новенькое Ставьте лайки, пишите комментарии Отвечу каждому, обещаю Увидимся в следующий раз Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok